Всем привет! Мы рады вас здесь приветствовать. Меня зовут Настя, и со мной вы видите Валю. Мы сегодня будем создавать такой небольшой эфир, подкаст на тему кроэйтерства, развития, творчества, самореализации, все проблемы, с которыми можно столкнуться контент-кроэйтеры, вообще, что это такое, что стоит за этим, что стоит на этом пути и так далее. Я хочу вас познакомить с Валей. С Валей мы обучались на курсе по видеомейкерству. С Валей мы обучались на курсе по видеомонтажу и также до сих пор поддерживаем общение, общаемся, вместе растем и создаем вот такие вот интересные штуки для вас. Так что следите за нами. Что вообще происходит? Давайте сначала Валя тоже скажет пару слов о себе, чем она занимается, и дальше мы будем уже более углубляться вообще во все эти вещи. Всем привет! Это мой первый опыт в участии в подкасте. Да, Валя очень хотела тоже вести подкасты, она бы сказала, что у меня есть идея вести, создавать подкасты, делиться вообще мыслями, а я говорю, почему бы нам не сделать с тобой сначала что-то вдвоем. Да, это очень здорово, потому что мы реализовали это сразу на следующей неделе, это очень круто, потому что как только я выложила сториз, то что я хочу записывать подкасты, Настя сразу мне написала, и это очень здорово, потому что когда вы начинаете откладывать в долгий ящик, потом все забиваете на это, и ничего не получается. Поэтому мы решили сразу делать. Хорошо, когда есть единомышленники, вот прям вообще очень такой толчок, и ты тоже для меня. Да, на самом деле. Потому что мы столкнулись вдвоем с такой проблемой, что он так транслировать в инстаграме, и как себя позиционировать, когда ты занимаешься там не только нишей одними вещами, а еще чем-то другим, что вообще в принципе не взаимосвязано с тем, что ты занимаешься. Да, когда ты творческий человек, и ты хочешь просто все что угодно попробовать, и да, это очень такая больная тема на самом деле, потому что что я, что Настя, мы вдвоем занимаемся не только видео, не только контентом, да, это огромная часть нашей жизни, потому что мы учились долго, потом мы долго шли к какому-то результату, там первый клиент, еще что-то. И сейчас я поняла, что мне надоело скрывать, ну не то, что скрывать, мне захотелось еще делиться с людьми всем, чем я занимаюсь. Тебе захотелось раскрывать, это прекрасно, мне захотелось демонстрировать вообще, кто ты, что ты, расскажи, расскажи всем, кто ты, потому что такие вещи скрывать нельзя, таких людей реально мало кто знает вообще. Да, сейчас я вообще по образованию преподаватель английского, и в целом преподавание всегда было в моей жизни, и когда я начала заниматься видео, я решила, что нет, я не буду это показывать, никому это не интересно, я буду показывать только видео, буду искать клиентов только на видео. У меня были ученики еще по Сарфанному радио, я раньше работала на курсах английского, и когда я столкнулась с тем, что в целом я уже, мне уже надоело рассказывать только про видео, мне надоело рассказывать полезности, потому что на одну тему всегда толдычить своим подписчикам, им уже это надоело, мне на самом деле писали то, что все, Валя, про видео, про видео, про видео, но на самом деле еще куча... Ну ничего, твои студенты английского тебе тоже говорят, ну, задают вопросы, ты же вроде как преподаватель, почему ты это не транслируешь в Инстаграме, то есть тебе же нужно вот это вот учить тоже английскому. Я никому ничего не обязана, я никого вообще не обязана, на самом деле, особенно английскому, получите заплатно английскому, да, но если вот тебе сейчас хочется, ей как раз хочется раскрываться и показывать об этом людям, что она еще и преподаватель классный, помимо того, что она контент-креэйтор, творческий человек создает, но еще что ты делаешь? Еще я играю в баре, я диджей, вот, я уже 4 месяца играю в баре, вот, поэтому у меня все очень разные ниши, все под контролем, да, по ночам играю, днем преподаю, там, снимаю видосы, работаю с клиентами, вот. И на самом деле про английский хотела еще дополнить, почему именно, я начала показывать буквально, мне очень, меня потолкнула Настя на это, потому что у меня была такая проблема, когда мой, просили мой Инстаграм, именно как преподаватели английского, студенты ожидали, люди ожидали, что там будет все про английский, а у меня там вообще ничего нет, у меня контент, фото, видео, там, Минск и так далее. И что это, она ночью выходит как диджей. Да, и люди ничего не понимают, думают, боже, что за, что за человек, просто и тут, и там, и я поняла, что, ну, и они думают, что мне это не так интересно, если я это не рассказываю, но на самом деле я обожаю свою работу, я обожаю преподавать, и поэтому я решила, что почему нет, почему нет, и мне на самом деле стало так легче, у меня просто камень из души, что я перестала скрывать то, что у меня помимо видео, то, что у меня там не все клиенты на видео, у меня еще есть ученики, то, что, ну, это не так страшно делиться и не так страшно быть честным, на самом деле, потому что это намного проще, чем жить какой-то двойной жизнью, и в Инстаграме я видео, в жизни я преподаватель, диджей и так далее. Я за это и топлю на самом деле сейчас, я сама себя учу этому уже больше четырех лет, что нужно быть честным с самим собой, но не только с самим собой, со всеми. Вообще не нужно ничего стыдиться и скрывать. Плюс эта тема сейчас очень актуальна, не только для меня, для Вали, это очень актуальная тема, как взаимосвязывать все вот эти ниши, что сейчас многие эксперты советуют, что только выбери одну и долби в нее, то есть, получается, только это тебе поможет добиться роста. Хорошо, я с этим согласна, возможно, но дело же не только в быстром росте, нужно же смотреть на увлечение и вещи тем, что занимается человек, то есть и свои какие-то козыри совмещать, выявлять, стараться что-то сделать свое и не похожее на другое, то есть, поэтому здесь как раз и есть личность, вы представляете, диджей, преподаватель английского и плюс контент-креатор, Вали сейчас взяла некоторую паузу, но раньше она работала еще на агенте, создавала там тоже контент. Казалось бы, несовместимые вещи, сейчас вы говорите тоже про меня, чем я занимаюсь, но это и есть то, что делает из тебя личность, то есть я наоборот топлю за то, что нужно не бояться совмещать это все. Да, надо раскрываться со всех сторон и показывать то, какой ты есть на самом деле и не стараться скрывать, потому что на самом деле именно, ну не то, что даже скрывать, ну поначалу мне было немножечко неловко, страшно признаться, наверное, самой себе, то, что я там не занимаюсь видео, как и хотела, там с утра до ночи, а у меня еще другие есть обязанности, другие дела и другая работа, и, ну, я уже приняла на самом деле себя, такое, какая есть, и я поняла, что, значит, я должна об этом рассказать и должна это показывать. Расскажи про себя, чем ты занимаешься, кроме видео. Ты себя еще грызешь, типа, хочется же транслировать, демонстрировать, сейчас это вообще тренд, слава богу, что это тренд, настоящая струшность, естественность, я вообще за это, я люблю лица открытые, а не закрытые маски, и вообще сейчас такое время, когда прям нужно не бояться рассказывать все, делиться и смешивать, тем более уж то, чем ты занимаешься, не убирать ни в коем случае из твоей жизни, потому что ты потом сам себя сожрешь. Да, ну, это реально, это реально-то. Насколько мы разговоров с тобой провели, с ней, по самобичеванию. Да, вечное страдание, что делать, куда двигаться, как что рассказывать в блоге, и все было так просто, ответ на поверхности, просто рассказывать все, что у вас происходит, и ничего не скрывать. Я за это сейчас, многие сперты ахнут, наверное, ну как же так, но у каждого свое мнение. Я сейчас выхожу на Валберис, я уже выхожу на него второй год, сейчас отшиваю платье, мне уже девочка нашла ткань, сейчас сдала экземпляр на лекалов. Не простой путь, не слушайте всех, что это вообще работает моментально, что ты начнешь миллионы грязи, я сначала очень сильно ушла в убыток, попробовав на одном товаре, это были штаны карго, я начала с самого мизерного капитала. Также сейчас с платьями я уже сшиваю чуть-чуть побольше, но это всегда такой риск. Здесь не только выйти нужно на Валберис, здесь нужно еще хорошо себя прорекламировать, как в целом вообще, в боксу, как и видеографа, то же самое, что в инстаграме, везде. В общем, нужно хорошо это рекламировать, поэтому я занимаюсь сейчас этим, я видеограф, я снимаю видео для инфуенсеров, буквально недавно сняла одной девочке для помады, для какого-то бренда, я не помню слова, я его сейчас здесь напишу. И, кстати, бренд написал у этой девочки, говорит, что им понравилось очень видео, здорово, здорово, буквально вчера, и они хотели бы его от меня получить только без надписи. Но что я спетрила, я сказала, что давайте-ка тогда вы за меня ответите, как видеографа, я тогда вам его дам. Ты свою watermark поставила? Ну нет, еще пока, вот я и создала видео, там есть некоторые motion-дизайн, им бы не хотелось, и они говорят, дать им другое новое, ну, такое же, только без motion-дизайна. Я говорю, хорошо, я вам его создам, потому что я все про это уже удалила, у меня только остались. Да, как обычно. Я говорю, я вам его создам, но тогда вы меня отмечаете, полноценного видеографа, вот сейчас вчера инфуэнсер написал бренду, и мы ждем ответа. Тогда непонятно, то есть я пошла сейчас на риск. Могут сказать, нет, мы не хотим тебя отмечать, и возьмут уже то видео, которое мне заплатили. Ну это уже будет на их совести, собственно, как и всегда. Нет, так я сказала, не они-то другие. Конечно, конечно. Вообще, это я сейчас смеюсь, на самом деле это постоянные качели, переживания, и рост, это нормальный процесс. Да, надо уметь договариваться на берегу, на самом деле, вот это все обсуждать, потому что сколько... Мне кажется, все контентчики, все видеографы, которые только начинают заниматься и продолжают, они все равно могут наступать на те же грабли. Да, давайте потом там рассчитаемся, или давайте потом договоримся. Здесь важно не только уметь договариваться на берегу, здесь еще важно уметь не соглашаться на все. Да, да, да. Потому что очень важно заранее себе какую-то там планку, ну, из себя что-то выдать. Ну, не знаю, не слишком, можно же не завоедоваться, знаете, а то можно и довоебываться. Ну, на самом деле, надо четко знать, что ты можешь предложить, и за какую цену, и чтобы тебе потом не было обидно, что я на это согласился, я переступил через себя и пожертвовал. Знать себе цену. И сейчас, когда уже больше уверенности, больше я уже занимаюсь этим, я уж, конечно, могу загибать там какие-то свои условия. Конечно, конечно. На самом деле это не так страшно, говорить свои условия, потому что многие, особенно поначалу, стесняются, думают, что они потеряют этого клиента первого, второго, неважно. И они просто идут на все, а потом получается, как у меня. Просто потом где-то водораня. Просто подойдутся сюда люди, особенно в России у нас очень любят, и все, да? Не в России. Я в Беларуси, да, ну не важно. Все одно. Я думаю, что везде. Везде так. Да. И также я веду свой YouTube-канал. Можете его сейчас посмотреть здесь. Это Lifestyle Blog. Также мы ведем с вами сейчас подкасты сегодняшнего дня. И еще веду шоу психологам, астрологам и самопрактикам тоже на развитие. Как вы видите, очень много всего. Как это смешать в один Instagram? То есть заводить три страницы? Ну, тут нужно понимать, наверное, что ты хочешь транслировать больше всего в Instagram. Кстати, многие так делают, на самом деле. И я заметила вот даже та самая Саша Митрошина, да, она разделяет live и экспертный. Вот она сейчас прям плотно начала вести live-блог. Она всегда это делает, да? Да, но раньше, я понимаю, это было актуально. Раньше это прям все так делали, что у всех было там по две странички. Я тут эксперт, а там я Lifestyle. Но для меня это немножко странно, потому что... Нет, я не хочу две страницы, можно отчеркнуться. Так вот именно, так и зачем? Мне сказали, что здесь две страницы, потому что у тебя итальянская аудитория, должна быть русская аудитория. В итоге что случилось? У меня и на итальянском русские итальянцы. Да, да, да. И на пятом том русские итальянцы. Все поперемешалось. И какого смысла вообще? Я не вижу разрывать себя на части. Я, кстати, из этих двух Instagram ушла на месяц прокрастинацию тоже. Помимо того, что я потерялась там, кто я, что я. А на правильную я пути. Вот, поэтому сейчас важно все это транслировать и передавать. Ну, и про Wildberries я пока не хочу ничего говорить, но, допустим, если я дойду до какого-то результата, мне бы хотелось создать какой-то хайлайт, тему пути, вообще от чего-то начиналось и куда-то пришло. Возможно, кому-то это поможет. Но пока какого-то продукта точно нет. Меня больше сейчас интересует... Ну, ты же вела как-то прямые эфиры по Wildberries. Ну, как только начинала. Ты рассказывала, да, я делала это видео. Ну, на самом деле это очень здорово, потому что ты даже сейчас можешь предостеречь кого-то от ошибок, так скажем. Потому что, мне кажется, все показывают идеальную картинку в самом начале. И ты идешь туда, ты веришь в это, горишь этим делом, а потом ты сталкиваешься с реальностью и понимаешь, что не все так просто. Нужно трудиться. Не все просто, но в курсе, на котором я была, мне как раз таки говорят, что нужно работать. Это факт, что за тебя никто ничего не сделает. Вот у нас есть мальчик Тимур, который ведет курс, и он четко рассказывает и говорит, и показывает свой тяжелый путь, который он сам преодолевает, и ты это видишь. Ну, то есть у тебя нет розовых очков, и ты сразу понимаешь, что тебя ждет. Он говорит, вы поймите, что если вы придете, и вы думаете, что это легкие деньги, то нет, там типа на съемках в Минске вы не заработаете просто легкие деньги. Это надо пахать, пахать, пахать. Вот, ну, на тот момент я понимаю, что мне не хватило вот этого вот из-за того, что я загорелась. Пахать, мы же сами себе встроим фантазии, мы думаем, вот он так сумел делать, иначе что у меня сейчас так круто получится, мы же сами еще верим, что я сейчас начну учиться, у меня все это быстренько получится, у нас же мозг тоже... Да, конечно, конечно. У меня так же с Валберой случилось, я уже продавала штаны, думала, сейчас миллионы буду гости, но на самом деле, ну, нет, не всегда так, это термистый путь вообще во всех вещах. Нужно, я про то, что нужно возвращать себя в реальность, нужно самому оценивать ситуацию и не только, ну, как бы, надевать розовые очки и думать, что все легко и просто, и сразу получается. Это 100%. Очень важно, на самом деле, не только слушать людей, но еще осознавать, какие у тебя ресурсы, что ты можешь, где ты находишься вообще, какие у тебя там... Ну, вот я, допустим, в полях живу, мне это очень тяжело дало именно реализовываться, потому что поля, где поля, и где вообще пэшн, и мода, и все такое. Ну, все равно, ты же выезжала, это очень круто, ты же не засела там, и ты не винила никого, что я в полях. Ну, что придется, придется разрывать жопу. Да, да. Ну, не только говоря так, вот, ну, это уже достижение цели, но он всегда так работает. Скорее всего, легко не бывает. Чем хуже, тем лучше эффект, как говорится. Работа, это работа в долгую, да, мне кажется. Да, вот, а то, что касается креаторства, вообще, что это такое, я сейчас не говорю чисто про видео, это вообще любое творчество. Как его транслировать и как реализовываться, наверное, знаете только на самом деле вы. Потому что вы больше всего себя знаете, не как никто другой, не как другой курс. И то, что вам транслируют в Инстаграме, это только решение ваше. И вот, как и Валя, как и я, не бойтесь, чем, рассказывать, чем, что вы занимаетесь. Потому что, возможно, где-то там сидит такая же Настя, и вот она вот у точности, и такие же у нее проблемы, и ей хочется. Да, да, да. Понять, что, как вы можете этим помочь учебным тоже. Так что не бойтесь быть личностью, то есть Валя, диджей и педагог английского языка. Я считаю, это меня как круто просто. Вот, и я сказала, да, сейчас транслирую, ты все, и она сейчас все в сториз выставляет. Это очень круто. Там еще лягу у тебя, если будут со студентами. Я стараюсь, я стараюсь, я стараюсь. Я пробую на самом деле сейчас, потому что я раньше этого не делала, и из-за этого я сейчас пока смотрю, что как. Мне надо и внимание держать на студенте, и снимать, и смеяться, и ошибки исправлять все одновременно. Поэтому да, я сейчас пробую. Это тоже своего рода творчество, не своего рода. Во-первых, это твоя работа, но плюс ты это транслируешь в субсети, в Инстаграм. Раз это творчество, ты совмещаешь, ты покажешь свою личность, лайфстайл, и ты, возможно, еще ищешь потенциальных новых клиентов. Потому что почему бы не пойти преподавателю английского языка, кто занимается диджейством, возможно, с ней веселее. Вы не подумали об этом? Потому что все хотят стартарты, и тебе сказали, что тебе говорили. Как ты можешь быть диджей, ты же там типа педагог. Ну, не, на самом деле в этом плане у меня больше люди, которые узнают, что я педагог, ну, они реагируют, они в шоке просто. Не то, чтобы это неплохо. Это приятный шок. Да, да, ну то есть в этом нет ничего негативного, как бы им наоборот прикольно, что ой, здорово, классно, ты еще и английский, ты еще вот это. Я не хотела, потому что, я же говорю, что у меня были определенные ожидания в плане развития в видеосфере, и из-за того, что я, ну, я хотела искать клиентов только на видео, только на фото, в инстаграме, то есть я рассматривала это как площадку для поиска клиентов именно в этой сфере. Я постепенно хотела уходить от английского и в целом полностью переходить на видео. То есть у тебя уже были планы все, оставлять английский? Да, ну, я понимала, что это в любом случае будет в моей жизни, но, возможно, меньше. Но через время я поняла, что все-таки нет, что все-таки английский это основное, то, чем я хочу именно максимально заниматься, вот, поэтому. Ты из этого можешь создать просто свою уникальность, реально, очень круто. Да, да. Я уже больше не буду строить никакие ожидания, меня эти ожидания привели в кровать на месяц просто, ну, грубо говоря. Да, 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 вот именно. Чем больше ожиданий, просто начинаешь разочаровываться, потому что ты уже планируешь все. Но на самом деле креативство, оно не такое, оно должно, да, навылять. То есть ты должен фальфовать от того, что ты делаешь, а не, типа, просыпаться. Ой, блин, надо делать. Ну, это вообще уже разные вещи. Поэтому чем проще ты относишься к этому, ты транслируешь то, что у тебя реально сейчас в жизни происходит, тем тебе намного проще создавать, вот, и ты становишься открытым для людей, более притягательным. Я вот больше, я вот так вот процедуру. Валя, скажи про свой опыт, работая на туристическую фирму, что тебе это дало вообще? Я знаю, что у тебя прекрасный голос. Туристическая компания? Ну, мы еще до сих пор работаем. На самом деле это самый первый клиент у меня был, туристическая компания. Очень здорово, мне нравится. Ты всегда, когда делаешь видео, я не... Что-то мы снимаем какую-то говорящую голову, еще что-то, какие-то экспертные рилсы, но в плане съемки постоянной в другие страны нет. Я ищу видео хорошего качества и делаю из этого интересные видео, чтобы люди покупали туры, чтобы им было интересно, красиво смотреть на крутую картинку, чтобы у них это вызывало эмоции. И в первый год, когда я... В первые пару месяцев мне предложили поехать в Дубай, в Эмираты, поснимать контент. Представьте, какие возможности могут быть у контент-кроэйтеров. Я просто поехала в Дубай. Да, да, это очень здорово, потому что я в целом не планировала и не ожидала, что такое может быть. И для меня это было тогда очень важно и очень приятно. Я съездила, я снимала видео с утра до ночи в отелях. Это очень крутой опыт, потому что можно в целом как бы зарекомендовать себя. Да, если перейти в нишу отельную, тоже можно снимать там контент. Плюс какие навыки ты прокачала? Речь. Речь, да, я начала озвучивать видео. Я начала общаться больше с людьми на самом деле и меньше испытывать страха, так скажем. Сейчас мы перешли к этой теме, поговорим про плюсы вообще контент-кроэйтерства, что вообще это дает. Потому что если вы можете посмотреть на меня, если бы вы могли посмотреть на меня три года назад, вы бы не увидели такого уверенного сидящего человека на камеру, говорящего на камеру. Еще какие-то пытаются мысли там задвигать умные. Контент-кроэйтерство как раз таки дает не только там работу творчества, но оно дает тебе еще полное развитие, работу над собой, уверенность, прокачку голоса, скиллов там, навыков общения, коммуникации, вообще очень много всего. Как, например, с Валей, она озвучивала видео, у нее вообще шикарный голос, что ей там предложили даже себе записывать медитации, да, голосом. Нет, это я думала сама, я сама, это была не медитация, это у нас клиент решил выдвинуть, продавать новый продукт, бани, и нужно было просто голосом медитации озвучить так, чтобы вы прочувствовали то, что вы находитесь в бане и кайфуете от этого. Слушай, круто. Да, это очень интересно, и на самом деле, когда ты занимаешься видео, ты также начинаешь менять свой стиль, потому что, когда я начала общаться с ребятами в своей сфере, именно вот в Минске, я понимаю, что очень, ты стараешься поменяться, и ты стараешься выглядеть стильно всегда, даже не на видео, а именно всегда, потому что раньше для меня это было, да, я хотела, я смотрела на модников, и такая думаю, вот, как здорово, как здорово они одеваются, и я думала, ну, а почему я так не могу? Я начала потихоньку-потихоньку внедрять это в свою жизнь, и понимаю, что я сейчас уже тоже хочу еще больше. Я тоже, я вообще, по развитию именно фотографии там, визуализация, сначала начала с этого, визуализация бренда, фотографии, эстетика, мне это вообще дало такой большой толчок, я начала создавать красивые кадры, начала смотреть на себя, создавать себе красивые кадры, и больше смотреть на свое тело, то есть это вообще все внесло такие изменения в жизнь, что контент-крантерство, это вообще полная перемена, это для тех, кто хочет реально изменить свою жизнь и вообще к лучшему. Да, потому что я помню еще в самом начале, как только, когда мы еще сдавали наши домашки по монтажу, я помню, ты все равно чувствуешь себя не очень комфортно, потому что ты практически никогда себя не снимал, ну, я лично не особо себя снимала раньше, я в целом любила быть за ка... Ну, ты говоришь, простыми словами, как лошары. Я любила быть за кадром, но я думаю, что это не потому, что я любила быть за кадром, а потому что я просто стеснялась что-то делать на камеру, но потом, когда ты один день, второй, третий, десятый снимаешь, ты понимаешь, что, ну, в целом, как бы ничего страшного нету, и вроде ты выглядишь хорошо. И какая прокачка вообще, прокачка вот этого говорения на камеру, действий каких-то на камеру, ну, это прокачка, как она, и синдрома совозванца этого, это вообще, и уверенности в себе, это очень такой классный результат, вот за два года у нас с тобой. Да, да, да. Большие изменения в этом есть. И те, кто занимается вот соцсетями, контент-кредитерством, кто вообще выходит в онлайн, это вообще помогает не только потом работать на камеру, но это еще помогает коммуницировать и вообще общаться напрямую с людьми. Ты становишься более увереннее, и вообще лицо, и мимика, ты уже ведешь там себя, как знаешь, ну, нет, шу-шу-шу. Да, и в целом ты можешь уже быть не как контент-креатор, именно для клиента какого-то ты можешь начать снимать обзоры, ты можешь, тебя могут приглашать на рекламу, тебя могут, там, не знаю, какие-то по бартеру дарить косметику, ты просто снимаешь на это обзор. Это может случиться в любой момент, там, то ли от озвучки, то ли от того, что ты просто сам снял для себя крутой рилси, тебя заметили, и потом, там, не знаю. Или тебя, тебя могут пригласить, представляешь, тебя пригласят как контент-креатора на английском языке. Ну, это здорово, на самом деле, это здорово. Ты можешь два вонтон срубить просто, поэтому нужно делать и показывать именно свою уникальность и то, чем ты занимаешься. Да, да, да. Обалдеть. А я вот, смотри, сейчас учусь вот этому бизнесу на Валберес. Возможно, это не Валберес будет, кто его знает, но я все-таки еще надежда есть. Надо пробовать. Я учу, как это все работает. И вообще этот бизнес, методология может вообще помочь, например, в другом, там, создании какому-то курсу или еще каким-то там другим продажам. Естественно, может, в маркетплейсе это другое совсем, но вообще уже понятие ЕПЭ, что это такое, это я тоже... Ты уже знаешь. Это другая тема, о которой нужно говорить в другом эфире. Вот. А этот эфир посвящен тому, что нужно не бояться вообще показывать на самом деле, кто ты есть. Вот занимаешься ты этим, показывай ты это. Ну, если есть те работы, которые ты не хочешь транслировать, то можно ее не показывать, оставить где-то там за ралками. Да, конечно. Вот. Быть самим собой и наслаждаться этим, быть настоящим. Но на самом деле, когда я раньше слышала эту фразу, я не совсем понимала, что это значит. Я тоже. Не все сразу понимают. Да, потому что вот именно я не принимала себя такой, какая есть, то, что у меня происходит в жизни. Потом, когда я уже приняла это и поняла, что я хочу все показывать, я уже понимаю, что такое быть настоящим. Потому что изначально ты, когда учишься, смотришь на кого-то, ты хочешь повторять за ними. Да, да. Смотреть. У тебя просто течение уносит туда, ну, как бы куда не надо. Можно попробовать, повторять за кем-то, но потом должно пройти какое-то сознание, что ты это есть ты, и ты начинаешь уже творить свое. Я не говорю сейчас о встыливании контентов и идей, это нормально. Я говорю вообще полностью повторять все, что там и стиль, или вот я буду делать это там, типа, и у меня так же получится, как у того, не работает так. Поэтому пробуйте, наоборот, показать что-то свое, может, вас там стрельнет. Где есть личность, там есть всегда больше возможностей, чем, когда есть вот одно стабильное, базовое, как у всех, и тогда ты получаешься красиво. Да, надо не стараться делать идеальную картинку, если она такой не является. Потому что я сегодня даже смотрела подкаст, перед тем, как у нас случился наш подкаст, и не нужно показывать идеальную картинку, если у вас на самом деле такой нету, потому что вы начнете чувствовать какую-то вину, и люди будут все видеть. Нужно быть настоящим, потому что ваша аудитория будет думать, что что-то тут не чисто, как-то слишком очень все идеально. Ну, на самом деле, такое тоже может быть, даже если все идеально. Да, и сам себя, да, не нужно брать самому себе и заниматься тем, что ты реально искренний, настоящий, честный. Ты сам себя до изниможений идешь, запутаешь, ни хера не поймешь, кто ты, что ты, куда тебе, потому что ты не по своему пути идешь, а по чужому там уже какому-то выстрелению. Да. Вот, это очень тема актуальна, я сто процентов уверена сейчас, что люди не знают, что транслировать, потому что сейчас как раз этого контента, как ты видишь, вообще не контента конкретно, там, рельсов, а вообще развитие контент-креаторства просто, мне кажется, уже зашикаривает. Это уже, ну, перебор. А все у нас. Сейчас нужно понимать, чем ты можешь выделиться вообще среди других, и как ты можешь, ну, не знаю, как ты можешь себя показать с другой стороны. И вот самое время сейчас именно настоящести, вот это вот разу, которую я тоже не понимала, будь сама собой. Я сама собой. А что это значит, да? Что это значит? Да, нужно пробовать, нужно пробовать и показывать какие-то разные стороны своей жизни. Не обязательно это должно быть что-то плохое, да? Это может быть и хорошее, просто это должно быть искренне. Так, чтобы вам верили, и вы просто делились тем, что у вас происходит. Это должно, наверное, прийти в голову, это сознание, что я все, я расчехляюсь. Ну, то есть все, я раскрываюсь. Да, забирайте меня, все, я раскрываюсь для вас. Это должно потом, тебе в голову это прийти, потому что оно же не сразу получается. Конечно, да, это со временем в любом случае. Все, я хочу уже вот это транслировать, в фолстоп, я уже на своем темпе, я никуда не бегу, ни за кем не спешу. И вот тогда ты уже начинаешь выстрелиться на свой путь. Вот, блин, классно. Прям сама же замотивировалась, и вот сейчас хочу. Пойдем снимать блог, делать все для блога. Все, классно. Снимайте блоги на YouTube. Я очень в YouTube верю тоже. Я сейчас, если честно признаться, больше верю в YouTube, чем в Instagram. Ну, хотя и в Instagram тоже есть возможности, но сейчас YouTube это более... Instagram, наверное, перенасыщен уже. Сорян, да, это запрещено. Я здесь где-то выставлю. Просто YouTube больше дает возможности в плане открытости. Можно общаться вот с тобой, со зрителями, пишите свои комментарии, что вас вообще интересует, понравился ли вам этот выпуск. Потому что можете темы какие-то нам подсказать, мы будем раскрывать с Валей в дальнейшем. Может, интересно, что должно быть диджейство, потому что на самом деле диджейство это непростой такой тоже путь. Расскажи, если хочешь рассказать. Ну, на самом деле, очень не так все просто, как кажется, потому что очень много людей именно в моменте подходит. А что это? А что? А ты просто переключаешь песни? А как? А что? А где? А как? По поводу песен, на самом деле, все взаимосвязано, потому что, когда я занималась и занимаюсь видео, когда вы монтируете, я думаю, что многие знают, что вы монтируете в бит, чтобы это смотрелось круто. И то же самое, когда я свожу песни, мне нужно попасть именно ровно в бит, потому что, если вы не попадете в бит, это будет грязно выглядеть. То же самое, если с видео. Если вы попадете не в бит и у вас через секунду только начнется следующий кадр, то это будет выглядеть грязно и ты не будешь понимать. И ведь на уши наступил, называется. Да, что не так? Что не так? Вроде классное видео, но что-то не то. Так вот, а это у Вали взаимосвязано получается. Она говорит, ей даже как-то созвучно звучит вот это диджейство, ритмы, и как-то английский. Да. Как тебе? Ну, получается, у тебя сейчас как-то сходится. Ты сейчас еще побольше попробуешь, но ты говоришь, вот этот ритм, оно как слога, знаешь? Да. И в английском тоже как-то звучит. Что-то есть схожесть в этом? Да, ну, с английским, ну, с английским, конечно, это больше видео, потому что озвучкой, потому что я увереннее в целом начала говорить и в английском языке тоже меньше всех вот этих э туда-сюда. Вот. И по поводу и английский, и насчет диджейнга, то, что можно развиваться не только внутри нашей страны, так скажем. Вот. Ну, приходите учить английский, короче. Удачи. Класс. Я хочу поговорить на английском с тобой с радостью бы, но вообще не моя тема. На итальянском. Я на испанском, а ты на итальянском. My English very shouldest. Я не знаю, что такое shouldest. Shouldest, как говорится говно, сорян. Говно, shit. Shouldest. Не говори со shouldest. Не знаю. Повяжай, выряжай. Мы тут, выряжай. Shouldest. Я, может, не знаю. Ты же в Европе живешь. Ну, прям ты не знаешь. Ты вообще-то педагог, это я что-то не догоняюсь. Нет, так ты же Европе живешь. Все возможно. У нас тут интеллигентный английский, королевский. Валя, очень классный эфир. Да, спасибо тебе. Такой добрый, открытый, темы очень актуальные. Вот. Ты что думаешь? Очень здорово. Мне понравилось. Я надеюсь, что вам тоже понравилось. Я надеюсь, что вы напишите какие-то вопросы, какие-то инсайты. Пишите инсайты. Сейчас это очень модно, потому что не просто посмотреть и пойти дальше, а что-то, сделать какой-то для себя вывод. И мы надеемся, что мы вам немножечко помогли. И мы надеемся, что вы будете раскрываться. Раскрываться. И не бояться и идти дальше и делать то, как вы хотите и быть настоящими искренними. Отталкивайтесь отсюда. Очень важно. Самое важное, вот все, все, что здесь. Что вот это вот хочет место, не вот это вот, не вот это, душа. Вот оттуда отталкивайтесь и все. Но бывают дни и прокрастинации, когда ты не знаешь, кто ты, что ты. Да, я думаю, для творческих людей это прям x2. Это нормально. Да. Это не страшно. Поэтому, чем больше вы поплачете, тем больше вы потом достигнете. До 100%. Все. Валь, пока. Все, пока. Я рада вас на тебя увидеть. Рада была видеть. Пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok